Добрый вечер, уважаемые трейдеры, с вами Мария Кухтой, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор для вас, ребята, с торговыми рекомендациями на предстоящую торговую неделю. Посмотрим также публичные мои предыдущие торговые рекомендации, покажу дополнительные торговые идеи, которые получали от меня подписчики моего закрытого телеграм-канала. Но прежде я бы хотела напомнить о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Марией Кухтой Трейдер» сегодня, в субботу, 9 сентября, и продублируется на YouTube-канале компания «Маркетс» в понедельник, 11 сентября. Ну что ж, давайте все по порядку, начнем со свежих торговых рекомендаций и индекс доллара. Ребят, индекс доллара уверенно смотрится в сторону своей восходящей тенденции, короткосрочной тенденции, образовавшейся за последние два торговых месяца. Пока никаких предпосылок для разворота в шорт нет, поэтому продолжаем работать в лонг по индексу доллара. У нас минимум пятницы нарисовал откатную поддержку в районе 104.65, поэтому выше этой поддержки работаем в лонг. Возможно, с текущих будем уходить наверх, возможно, еще будем как-то здесь добирать торговую позицию, потому что инструмент сейчас в движении, инструмент сейчас еще может каким-то образом здесь консолидироваться, каким-то образом здесь еще формировать торговый паттерн на покупку, но тем не менее направления лонговые. Будем искать точки входа на покупочку выше поддержки откатной 104.65 и цель для роста – обновление локальных максимумов и выше. То есть пока в тренде индекс доллара, пока рассматриваем продолжение трендового роста. Так, следующий интересный инструмент для вас, на который стоит обратить внимание, ребята, это евро-доллар. По евро-доллару у нас тренд шартовый, краткосрочный тренд, который образовался за последние два торговых месяца. И в сторону этого тренда советую дальше шартить евро. По евро-доллару у нас образовался откатный уровень сопротивления 1.07.40, максимум пятницы. И еще эта ценовая зона у нас подтвердилась в среду на прошлой торговой неделе, поэтому неплохая локальная консолидация позиции. Да, на минимумах происходит и эта консолидация, но тем не менее инструмент дальше смотрится в шорта. У нас есть защитное движение шартовое, которое произошло во вторник, 5 сентября, после чего локальная консолидация позиции с давлением вниз, поэтому евро-шарты, либо с текущих, либо еще как-то здесь будем добирать торговую позицию и, возможно, оттестируем еще сопротивление 1.07.40. Ну а, возможно, из текущих уже готов инструмент падать в силу того, что в пятницу на прошлой торговой неделе локальную попытку быков двинуться наверх, просто-напросто нивелировали зажатием вниз на закрытии дня пятницы, поэтому шарты довольно уверенно просматриваются дальше по данному инструменту с целью на обновление минимумов месяца текущего и ниже. Австралийский доллар. Давайте посмотрим, ребят, по австралийскому доллару у нас есть консолидация позиции, локальная консолидация 3 дня, которая происходила на прошлой торговой неделе. Среда, четверг, пятница у нас фактически торговались на одном ценовом уровне, в одном ценовом диапазоне, и верхняя граница этого ценового диапазона 0.64 с копейками – это уровень сопротивления локальной откаты, ниже которого я рекомендую работать дальше в short, out, USD. Во втором блоке сегодняшнего обзора объясню, почему не сработали покупки, то есть все покупки, которые я вам рекомендовала открывать публично на прошлой торговой неделе. Значит, что у нас сейчас? А у нас сейчас инструмент в тренде, то есть пока уже на сегодняшний день у нас все локальные возможности уйти наверх нивелировались шартовым импульсом, который произошел во вторник, 5 сентября. И этот импульс подтвердил с локальной консолидацией позиции, которую я только что озвучила и проанализировала. И в этой консолидации у нас сформировали уровень сопротивления 0.64 с копейками, поэтому ниже и этого уровня работаем в short по out, USD. Возможно, с текущих, возможно, еще будем добирать торговую позицию и тестить сопротивление, но перспектива медвежья с целью на пробитие минимумов в месяц текущего и ниже в сторону шартовой тенденции, в сторону шартового тренда, который у нас образовался за последние два торговых месяца. Поэтому шарты по австралийскому доллару дальше рассматриваем. И еще один интересный инструмент для вас, ребят. Еще один интересный. Значит, у нас торговый паттерн сформировался по натуральному газу. Давайте посмотрим график. Значит, по натуральному газу здесь у нас рисуются среднесрочные перспективы для роста. Есть консолидация позиции, которая происходила за последние, да уже больше двух торговых месяцев. Вся эта консолидация позиции происходит в рамках защитного импульсного роста, который произошел у нас, значит, в месяце июня. Вот этот импульсный рост. После чего коррекция до откатной поддержки 2.495-2.500. Откатный уровень поддержки у нас удерживался неоднократно. То есть уже в четвертый раз у нас произошла реакция на эту ценовую зону. Плюс в дополнение к этому у нас есть реакция на трендовую линию поджаться наверх. Видите, у нас все-таки в таком локальном поджаться находится натуральный газ. Несмотря на то, что среднесрочный тренд шартовый, но, как мы видим, за последние торговые месяцы, начиная с апреля, у нас начался восходящий тренд, восходящая тенденция краткосрочная, в сторону которой, я считаю, что инструмент у нас набирает торговую позицию для среднесрочного движения наверх. Поэтому торговая рекомендация для вас. Покупаем натуральный газ выше откатной поддержки 2,500. Можно из текущих попробовать покупать, потому что у нас четверг-пятница на прошлой торговой неделе неплохо закрылись. С таким локальным поджателем наверх. Плюс показали реакцию на и поддержку 2,500, и на трендовую линию поджателем наверх, которую я только что озвучила. Поэтому лонги по натуральному газу. Здесь есть предпосылки для формирования среднесрочного торгового лонгового паттерна. Лонги можно открывать с текущих. Первая цель для роста, и это сопротивление 2,870, пробивая метод ценовую зону, следующая цель для роста в районе 3, и это максимумы в прошлом месяце, месяце августа и выше. То есть если учесть характер консолидации позиций, если учесть характер накопления, я все-таки считаю, что очень скоро у нас произойдет уже выброс из этого накопления, и есть хорошие шансы для того, чтобы спрогнозировать этот выброс, этот импульс наверх, то есть лонговый импульс и лонговое дальнейшее движение по данному инструменту. Поэтому пробуем набирать лонги по натуральному газу. Цель для покупок я озвучила. Ну что ж, ребят, это были торговые рекомендации для вас на образящую торговую неделю, но хочу сказать о том, что публично вы от меня получаете несколько торговых идей, там в районе 2-4, да, торговые рекомендации, но больше торговых идей, больше торговых рекомендаций в моем закрытом телеграм-канале ВИП-Мария Кухта, где подписчики получают и точку входа, и куда выставлять стоп-лосс, и как фиксировать торговую позицию, то есть происходит частичная фиксация. Я уже неоднократно об этом говорила, что я советую частично фиксировать, значит, если инструмент показывает локальный профит, да, потому что те паттерны, которые я отбираю, те паттерны, которые я понимаю, они, как правило, дают неплохую не только локальную, но и более перспективную отработку, да, и более амплитудную отработку, если уметь держать эти сделки. Поэтому в закрытом канале работают таким образом. Частичная фиксация, плюс сопровождение торговых позиций, точки входа, когда нужно открывать, значит, сделку и так дальше. Не все, я отмечу, что не все свои публичные торговые идеи, которые вы от меня получаете, да, вот на выходных, допустим, в обзорах. Не все торговые идеи я советую торговать в закрытом канале. Почему? Да потому что уже с понедельника я смотрю, есть точка входа, нет точки входа. Бывают случаи, когда не сформированы торговые позиции локальные, то есть нет пока еще точки входа. Возможно, есть, допустим, поджать наверх, то есть с поджатием наверх мы не шортим, соответственно, с давлением вниз не покупаем, не имею в виду локальным. На часовом таймфрейме я уже смотрю. И, соответственно, тогда нет, значит, возможности открыть сделку. Но все это, ребят, в закрытом канале, поэтому подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта, где подписчики получают около 10 торговых рекомендаций в неделю, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от рынка. С сопровождением, с ценовым уровнем СНОПА, куда нужно выставить стоп-лосс. Также получают торговую аналитику, то есть гораздо больше информации в закрытом канале, поэтому подписывайтесь для того, чтобы всегда получать актуальные торговые рекомендации от меня, сопровождение, апдейты, то есть если есть какие-то изменения по инструментам, пишу, пишу, когда сохраняется у нас, значит, торговая рекомендация, когда у нас произошла отмена сценария и так дальше. То есть все эти моменты получают подписчики моего закрытого телеграм-канала Вип Рекухта. Кому интересно, пишите в личку, все мои контакты есть под видео. Так, ребят, а теперь давайте перейдем к второму блоку сегодняшнего обзора и посмотрим мои предыдущие, предыдущие публичные торговые идеи. Значит, на прошлой торговой неделе я рискнула озвучить, сейчас давайте откроем график австралийского доллара, я рискнула озвучить контртрендовые позиции, контртрендовое мнение свое по австралийскому доллару, по новозландскому доллару и по доллар-иене. На примере австралийского доллара сейчас рассмотрим этот момент. Сейчас расскажу, почему не пошли, сейчас расскажу, каким образом я действовала в закрытом канале, то есть каким образом я, скажем так, воспринимаю убытки и реагирую на убытки. Сейчас все это мы с вами посмотрим. Давайте так, по австралийскому доллару. Я вам советовала покупать публично австралийский доллар, то есть валютную пару out-used, в силу того, что локальная комбинация у нас здесь формировалась лонговая. Да, лонговая комбинация была. Можно ли было здесь покупать? Да, в принципе, я еще ранее, не только 3 сентября, на прошлых выходных, в воскресенье, но и ранее, публично, в четверг, 31 августа записывала обзор, и в котором, в этом обзоре я вам советовала лонговать out-used. Смотрите, в моменте мы себя отработали. То есть локальная отработка у нас произошла. Нельзя сказать, что здесь австралийский доллар не вырос, да, то есть в моменте, если кто торгует intraday, то можно было неплохо локально заработать до предыдущего хая, в районе 0,6520. Около 50 пунктов по 4 знаку для intraday внутридневной отработки. Это отличное движение. Но что произошло дальше? Посмотрите, шартовый импульс вниз, которым закрылась торговая неделя предыдущая, то есть 1 сентября у нас импульс вниз показал out-used, и понедельник это все-таки подтверждение вот этого движения шартового, да. Но как я действовала в закрытом канале? Я действовала таким образом. Покупки открывала еще ранее, поэтому решила лучше уже, значит, дождаться стопа, нежели выходить из этой торговой позиции в ноль. Почему? Потому что все-таки еще у нас не было отмены лонгового сценария на вот этой комбинации, да, чуть-чуть было давление вниз, да, вот этот импульс вниз в пятницу, он немножечко смутил, немножечко помешал для продолжения, скажем, формирования лонговой формации, да, и, возможно, у нас понедельник бы перекрыл вот это падение, и тогда уверенные покупки у нас бы могли нарисоваться. Но что произошло? А произошла реакция вниз. Почему она произошла? Да потому что тренд здесь, скажем, взял свою силу, да, в данном случае, и в сторону тенденции, в сторону шартового тренда ушел австралийский доллар. Нельзя сказать, что здесь у нас плохой паттерн был, либо плохая точка входа. На самом деле нет, на самом деле здесь, возможно, были покупки, возможно было работать контртренд в лонг, но я всегда говорю о том, что мы должны четко понимать, если мы торгуем контртренд, что делать, если рынок, допустим, не показывает соответствующую отработку, что делать, если рынок показывает импульс вниз по тренду, когда у нас происходит отмена сценария. Так вот, австралийский доллар показал отмену лонгового сценария. Вот и все. Как воспринимать эту ситуацию? Это просто-напросто один стоплос. То есть вы не должны воспринимать эту текущую ситуацию как какую-то проблему, либо какую-то, скажем так, непредсказуемую ситуацию. Почему? Да потому что это рынок, и рынок может уйти в ту сторону, в какую он уже уходил, то есть по тенденции, по шартовой тенденции. Поэтому этот момент вы должны четко понимать, если торгуете против тренда. Но один нюанс очень важен должен быть в данном случае. Это риск-менеджмент. То есть вы должны торговать по риск-менеджменту. Никогда не нарушать риски. Если и покупаете, допустим, австралийский доллар, соответственно, берем определенный риск, тот, который вы для себя прописали в риск-менеджменте, и в рамках этого риска торгуете соответствующий паттерн. Не идет, не проблема, то есть получается свой убыток. А как я уже неоднократно говорила, без стоп-лоссов вообще невозможен трейдинг. То есть если вы в этой профессии, если вы занимаетесь трейдингом, вы должны это четко понимать. И я никогда не говорила о том, что я претендую на какую-то стопроцентную отработку. То есть я свою позицию озвучиваю, свою позицию четко объясняю, почему таким образом у меня, значит, моя торговая комбинация сложилась. То есть, возможно, какие-то предпосылки здесь были. Да, здесь были предпосылки для роста. Но всегда есть и такой момент, как отмена сценария, что, в принципе, и произошло по австралийскому доллару. А отмена сценария произошла в сторону тенденции. То есть здесь у нас тенденция. Давил на инструмент, и в сторону этого тренда ушел австралийский доллар. Вот и все. Получаете убыток, идете дальше. Анализируете дальше рынок, то есть никаких проблем нет. То же самое по другим инструментам. Назландский доллар, доллар-иена. Были предпосылки для движения против тренда? Да. У нас там, в принципе, были локальные формации. И уже можно было, если учесть характер движения за последние два торговых месяца, можно было спрогнозировать, по крайней мере, попытаться спрогнозировать, что инструмент уйдет на коррекцию. Но нет, инструмент не ушел на коррекцию, инструмент ушел дальше по тренду, и это нормально. То есть получается стоп-лосс, идете дальше, дальше анализируете рынок, дальше действуете по своему сценарию, по своим правилам, по тем правилам, которые прописаны в риск-менеджменте. Вот и все. Таким образом, я действовала в закрытом канале. То есть у меня, получается, доллар-иену я не торговала. По австралийскому доллару, на зландском доллару я получила убытки, о чем я вас проинформировала публично. То есть я писала в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер о том, что по аут-юсдей, по аут-юсдей получила убытки. Но, ребят, убытки — это часть работы трейдера. Нужно спокойно к этому относиться. Это же, значит, одна из наших обязательных, скажем, таких обязательных моментов, один из обязательных моментов в трейдинге. Вы пробуете, да, рынок идет или не идет. Да, есть сетап, да, есть паттерн. Он показывал. Потом произошла отмена сценария. Идем дальше. Дальше анализируем рынок. Вот сейчас австралийский доллар продолжает смотреть цена снижения. То есть пока я уже озвучила в первом блоге сегодняшнего обзора, что дальше рассматриваем продажи. Так, поэтому реакция должна быть адекватная. И адекватный анализ должен быть дальнейший. На что еще хочу ассоциировать внимание? Посмотрите, сколько отрабатывались моих предыдущих торговых рекомендаций публичных. То есть я советовала шарчить евро-доллар, советовала покупать индекс доллара, советовала уже месяц покупать доллар-франк. Значит, все эти торговые рекомендации публичные себя отлично отрабатывали. Шарчить фунт-доллар. Посмотрите, все видео есть на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Если вы торгуете по моим рекомендациям публичным, вы могли неплохо заработать на соответствующих торговых идеях. Да, бывают стоп-лоссы, в силу того, что мы же не можем гарантировать какую-то стопроцентную отработку всех торговых идей, всех торговых рекомендаций. Вы смотрите на длительную дистанцию, вы анализируете мою работу на длительной дистанции и сами увидите мое понимание рынка. То есть если есть торговый паттерн, соответствующую информацию от меня вы получаете, соответствующую точку входа я ищу для своих подписчиков закрытого телеграм-канала. Поэтому в таком ключе работы, в таком ключе анализирую рынок, свою позицию текущую озвучила, свою позицию по поводу предыдущих торговых идей тоже озвучила. Сказала, что да, я тоже получила стоп-лоссы и по австралийскому доллару, и по новозеландскому доллару. Доллар-иену я не шортила, там не было на самом деле точки входа в шорт. Там даже если по дневкам чуть-чуть такое импульсное снижение было, несколько импульсов вниз, но точки входа в шорт там не было. И я, соответственно, не открывала эту торговую позицию. Что дальше? После того, как я получила стоп-лоссы по OutUSD и по NZDUSD, в рамках риск-менеджмента, начинаю дальше работать с фондовыми индексами. В закрытом канале на прошлой торговой неделе шортила фондовый индекс S&P 500 и фондовый индекс NASDAQ. Давайте посмотрим графики этих инструментов. S&P 500, значит, шортила, среда, 6 сентября. То же самое NASDAQ, сейчас посмотрим с вами. Вот мой закрытый канал, Вибария Кухта. S&P Short. Куда нужно ставить стоп-лосс, написала. Посмотрите. По S&P, да, не очень здесь был такой сильный шортовый паттерн, но тем не менее шорты прослеживались на часовом таймфрейме. Неплохо там была локально сформированная шортовая комбинация. Поэтому посоветовала шортить фондовый индекс S&P 500 в закрытом канале. И это после того, как получили убытки по астралийскому доллару, по новозландскому доллару. В рамках рис-менеджмента действуйте, спокойно отбивайте свои убытки предыдущие. Значит, S&P Short. Давайте посмотрим, где S&P сейчас. У нас, получается, среда уже отличная отработка внутридневная. То есть импульс вниз уже произошел в среду, 6 сентября. Четверг еще один локальный минимум по S&P. И пятница – это внутренняя дневочка. То есть сейчас мы удерживаем 50% позиции на продажу в закрытом телеграм-канале Вибария Кухта. По фондовому индексу S&P 500 в шорт. 50% позиции зафиксировала и ожидая дальнейшего снижения. NASDAQ. Давайте посмотрим NASDAQ. NASDAQ Short, куда ставится стоп-лосс, написала. Посмотрите, где торговался NASDAQ тогда, когда я светла шар сеть. И посмотрим текущую картинку по этому инструменту. Это тоже среда прошлой торговой недели. Значит, NASDAQ, смотрите, примерно 15-470 ценовой уровень, где мы торговались на тот момент, когда я светла шар сеть данный инструмент. Значит, среда – отличный импульс вниз. Четверг – еще один добой вниз, где я зафиксировала еще. Значит, в среду зафиксировала 30% позиции на продажу. И четверг – еще 20% позиции на продажу по фондовому индексу NASDAQ. Сейчас висит 50% позиции на продажу. Стоп-лосс без убытки. И ожидаем дальнейшего снижения. То есть есть торговая ситуация, есть торговый стоп. Продолжаем дальше работать. Не нужно зацикливаться на стопах предыдущих, которые мы с вами получили. Там по аут-юзде и по индсдей-юзде. Да, рассчитываю на какое-то, скажем, ну, по крайней мере, коррекционное движение. Да, возможно, какое-то разворотное. Потому что были для этого предпосылки. Но рынок ушел по-другому. И это нормально. И это спокойно нужно воспринимать и спокойно относиться, и дальше спокойно работать и анализировать рынок по своей торговой стратегии. А я напомню, что я анализирую рынок по своей аут-юздеской торговой стратегии и защитный трейдинг. То есть торговый формат, отбираю. И публично для вас рекомендую торговые сетапы торговать. И в закрытом канале, где уже точки входа ищу для своих подписчиков. Да, конечно, бывают убытки. Без этого никак. Но с этим нужно справляться. То есть психологический момент. И это очень важный момент в трейдинге. Я неоднократно об этом говорила. Не только торговая стратегия. Торговая стратегия, ребята, это 50% успеха. Оставшийся 50% успеха — это риск-менеджмент и психология. То есть с этим нужно справляться. Спокойно реагировать на убытки и никоим образом не показывать каких-то эмоциональных, скажем, пробоев. То есть этого не должно случаться с вами. Вы должны четко понимать, что вы здесь делаете, каким образом вы действуете на рынке. Наперед уже для себя определять, когда рынок показывает отмену сценария и так дальше. То есть эти моменты очень важны. И на эти моменты нужно обязательно обращать внимание. Так, значит, NASDAQ. У нас отработка. То есть уже, видите, если не полностью, то, по крайней мере, частично можно было убытки по предыдущим торговым идеям, по предыдущим торговым рекомендациям отбить. Поэтому в закрытом канале, как я уже сказала, больше торговых идей и больше торговых рекомендаций. И еще, еще в закрытом канале, значит, это по S&P частичная фиксация, 30% позиции. То же самое по NASDAQ, 100+, переводим без убыток. Это биткоин. Ранее светло шарс есть, в моменте неплохо падали. По биткоину, по эфиру. Также аналитику написала, что рассматриваю продажи, посмотрим, как себе дальше будет вести критовалютный рынок. Но пока эфир еще неплохо удерживает сопротивление. То есть есть предпосылки для снижения. И вот, смотрите, у нас четверг, 7 сентября. Фунт йена. Еще одна торговая идея в закрытом канале. Фунт йена, шорт. Куда выставлять стоп, тоже написала. Сетап у нас здесь был торговый, шортовый. Подписчики моего закрытого телеграм-канала заработали на продаже. Почему? Да потому что фунт йена. Давайте посмотрим график. У нас отлично, отлично показалось снижение. Сейчас я вам покажу. графики этого инструмента. И вы сами убедитесь в том, что мы первую цель достигли, первую цель, которую я озвучивала, когда давал торговую рекомендацию. Вот шорт, четверг, 7 сентября. И смотрите, пятница у нас локальный минимум, то есть пятница у нас пробила в моменте поддержку. 183,5. И здесь неплохо, неплохо мы себя отработали. По данному инструменту 30% позиции зафиксировано. И фунт йена у нас дальше смотрится в шорт. То есть здесь есть смысл удерживать шорты в силу того, что торговый паттерн такой у нас довольно хороший, который сформировался за последние три торговых недели. Вот здесь стап шортовый. И с этого сетапа ожидаем дальнейшего хорошего движения вниз. Но тем не менее локальная отработка у нас есть. И на этом локальном движении в закрытом канале зафиксировано 30% позиции. И ожидаем дальнейшего падения, потому что фунт йена у нас дальше смотрится в шорт. Так, ребят, ну таким образом работаю в закрытом канале. То есть вы можете видеть, как я сопровождаю торговую позицию. Вот NASDAQ, допустим, да, удерживаем продажу 70% позиции в рынке, стоп без убытка, где шортели. Это уже сопровождение. Дальше S&P 500 сопровождение. Дальше фунт йена отлично снижаем с удержанием шорты. Так, стоп переводим без убыток. Фунт йена фиксируем 30% позиции на продажу. То есть где нужно фиксировать, тоже обязательно об этом. Информируя своих подписчиков закрытого телеграм-канала. NASDAQ еще вот смотрите, где 20% позиции еще дополнительно зафиксируем. То есть у нас получается по NASDAQ 50% позиции в рынке, стоп без убытки. То же самое по S&P 50% позиции в рынке, стоп без убытки и натуральный газ. Это последний торговый сигнал, который получили от меня подписчики в пятницу. Но в принципе по натуральному газу я протабулировала торговые идеи для вас сегодня публично. и сказала о том, что у нас среднесрочная перспектива для роста присутствует по натуральному газу, по данным инструментам. Поэтому если торгуете, можете воспользоваться и ожидаем дальнейшего роста, потому что есть предпосылки для этого. Ну что ж, ребят, это моя работа в закрытом канале. Я показала, каким образом я действую. Я показала, как я справляюсь с убытками. Да, публичные торговые рекомендации не пошли, но еще раз отмечу момент, что я не претендую на стопроцентную отработку. Я говорю свое мнение, я говорю свою позицию, которую вижу на рынке. Бывают случаи, когда эта позиция не отрабатывается либо в силу какого-то трендового давления, да, вот как у нас произошло по австралийскому доллару, на изландском доллару и доллар-иене. Там, в принципе, тренды посодействовали на инструменты и в соответствующую сторону пошли импульс на эти инструменты. Есть такое понятие, как отмена сценария. То есть, что такое отмена сценария? Тоже нужно понимать, нужно понимать, когда рынок уже, скажем, полностью изменил картинку, то есть, когда рынок уже не показывает, не подтверждает соответствующий паттерн, который был ранее, это тоже нужно понимать и уже нужно принимать решение по факту. То есть, для этого я использую динамичный подход к анализу рынка. Когда происходит отмена сценария, соответственно, я уже не буду лезть в рынок, то есть, не буду до последнего как-то там, допустим, лонговать австралийский доллар, да, потому что я вижу, что нет подтверждений для лонгов. Да, ранее там был момент с лонгами, можно было попробовать, не пошло, стоп-лосс, окей, пошли дальше, ищем другие точки входа, ищем другие сетапы, другие паттерны в рамках стратегии. Я, допустим, ищу в рамках своей стратегии защитный трейдинг. Я показала, каким образом в закрытом канале советовала ребятам торговать дальше, то есть, после убытков, да, мы вот шортили S&P, шортили NASDAQ, шортили фунт-иену. Кто торговал интердей, то есть, кто торгует интердей, у меня из подписчиков они могли уже внутри дня закрыть позиции, неплохо заработать. Кто торгует среднесрочно, в принципе, тоже есть предпосылки для продолжения движения в шорт по этим инструментам. Поэтому, поэтому, таким образом, ребят, нужно действовать, значит, профессионально подходить к трейдингу, потому что трейдинг – это работа, это сложная работа, которая подразумевает, подразумевает не только наличие торговой системы, торговой стратегии, но и умение справляться с убытками, умение соблюдать риск-менеджмент, умение себя контролировать в психологическом плане, и все это в комплексе, будет давать возможность вам зарабатывать, и, соответственно, в таком случае трейдинг вам будет приносить прибыль. Поэтому, ребят, если вам интересен мой подход к анализу рынка, я напомню, что я провожу индивидуальные курсы обучения. все основные моменты, на которые я обращаю внимание, и по торговым паттернам, по торговым формациям, то есть как нужно отбирать торговые формации, и на все моменты по психологии, по риск-менеджменту, то есть все это я рассказываю на курсах обучения. Ребят, если интересно, обращайтесь в личку, пишите мне в личку, все мои контакты есть под видео, желательно пишите в Телеграме. Также скажу, что после окончания занятия у нас с вами работа не заканчивается. Почему? Потому что вы у меня остаетесь в закрытом моем Телеграм-канале еще полгода. То есть вы будете видеть, как я работаю с рынком, как я отбираю торговые паттерны, каким образом ищу торговые формации, можете для себя анализировать эти торговые формации, делать выводы и так дальше. То есть если какие-то у вас возникают вопросы на протяжении этого времени, вы в любой момент можете ко мне обратиться, обязательно буду отвечать на ваши вопросы и объяснять текущую картинку по тому или иному инструменту. Также напомню, что есть закрытый Телеграм-канал, который я вам сегодня показывала, Вип Мария Кух, там где подписчики получают торговый сигнал от меня, есть точка входа, даю соответствующий торговый сигнал, анализирую рынок по своей атерской торговой стратегии защитный трейдинг, отбираю торговые паттерны, анализирую, ребят, все рынки по этим рынкам, отбираю соответствующую торговую информацию, если они есть. Поэтому интересует подписка на мой закрытый Телеграм-канал Вип Мария Кух, то тоже пишите в личку, контакты мои есть под видео. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все, я думала, я четко озвучила свою позицию и проанализировала свои предыдущие торговые рекомендации. Если вам понравилось мое сегодняшнее видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Буду благодарна за ваши отзывы, реакции, за репост. Спасибо за предыдущие ваши комментарии, отзывы, реакции, за лайки. Я жду вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.